Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Нестерова Наталья Игоревна. Я инженер-радиохимик в ГУМНИЦ онкологии Блохина. И сегодня я вам расскажу о двух совместных проектах, которые удалось реализовать на базе нашего центра по созданию радиационно-защитного оборудования. Компании, которые помогли нам сделать две единицы радиационно-защитного оборудования, это NUCMED и MEDCAR. Первая компания NUCMED нам удалось сделать радиационно-защитное оборудование шкаф совместно с китайскими инженерами. Данный проект был нетиповым, то есть это индивидуальный проект. Наши требования состояли в том, чтобы шкаф имел сборный-разборный каркас, максимальный вес транспортировочных палетов был не более 1300 килограмм и отсутствие необходимости в обустройстве технической зоны. Толщина физической свинцовой защиты должна быть 50 миллиметров, что касается наших требований. На данном слайде представлен план уже готового помещения, функционирующего, которому непосредственно нужно было поставить оборудование без любого демонтажа перекрытий и без остановки производства. На данном слайде вы видите потоки. Потоки отображают, как непосредственно доставлялось оборудование на палетах. Как мы видим, оборудование проходило в дверные проемы. Нам не пришлось демонтировать ничего. Единственное, что мы снимали это дверь из петель, дабы не повредить сами двери. Перейдем к составу оборудования. Данное оборудование состоит из рабочей камеры класса А с ламинарным потоком воздуха, в котором происходит мониторинг температуры, влажности. В данной камере реализованы два варианта дезинфекции – УФ, облучение и озонирование. Марка стали 304 внутренней рабочей камеры суперзеркала. Осуществляется герметизация основной рабочей камеры и шлюзов за счет раздувных уплотнителей. Также в данной камере присутствует фильтр приточной вентиляции Ю-15, вытяжные фильтры КАБА, КАРБА и ГЕПА, радиационный контроль. Ввод в рабочую камеру технических газов электропитания переменного тока, постоянного тока через гермоводы. Переходим к камере загрузки нерадиоактивных материалов. Данная камера имеет класс B. Происходит непрерывный мониторинг давления внутри камеры, мониторинг температуры и влажности, отделка внутренней рабочей камеры суперзеркала, шлюз загрузки в основную рабочую камеру, уплотнение двери пневматическими раздувными уплотнителями, присутствуют ГЕПА-фильтры, вытяжные ГЕПА- и карбофильтры. Освещение светодиодное. Дополнительные отсеки твердых радиоактивных отходов, радионуклеинных генераторов и шлюз загрузки и выгрузки защитных контейнеров. Данные отсеки располагаются рядом непосредственно около рабочей камеры. Они отображены на слайдах. Перейдем к отсеку для твердых радиоактивных отходов, который имеет класс B, толщину физической свинцовой защиты 50 мм. Также присутствует герметизация дверей раздувными пневматическими уплотнителями, происходит выдерживание перепадов давления. Сам бак-сборник для ТРО предусматривает объем 10 литров, то есть это достаточно большой объем. Также вытяжные фильтры, комбинированные карбо и гепо, присутствуют в отсеке для ТРО. Отсек загрузки и выгрузки защитных контейнеров также имеет класс B. Возможность использования защитных контейнеров различных производителей и исполнения. Происходит автоматическое шлюзование и загрузка в рабочую камеру. Толщина физической свинцовой защиты 50 мм. Выдерживается перепад давления. Вытяжные фильтры, комбинированные карбо и гепо-фильтры. Отсек для радионуклидного генератора класса B. Также есть большая возможность использовать различные радионуклидные генераторы разных производителей. Происходит автоматическое шлюзование и загрузка в рабочую камеру. Выдерживаются перепады давления. Присутствуют вытяжные фильтры, комбинированные карбо и гепо. Второй проект, который нам удалось осуществить на базе нашего онкологического центра, это проект по защитно-стационарному оборудованию компании Медкар. Совместный был проект нашего онкоцентра за ОНПО Медкар и ОМВ. В чём суть данного проекта? Суть в том, что у нас было помещение, непосредственно предполагалось это помещение для оборудования, для работы с углеродом 11. Но после внесения изменений в проект и добавления линейки радионуклидов, мы смогли непосредственно уже приступить к проекту для наших целей, для 18 фтора, либо для 68 галя. На данном слайде мы видим, как осуществлялись потоки внесения непосредственно оборудования в зону, где будет происходить монтаж. Хочу обратить внимание, что ширина дверного проёма была 900 мм, и нам не пришлось делать каких-то дополнительных усилий, чтобы демонтировать непосредственно что-то. Мы принесли оборудование без демонтажа. Данное оборудование состоит из рабочей камеры для размещения оборудования синтеза. Данная камера имеет класс С, воздушные фильтры ГЕПА-14, толщина физической защиты 75 мм, присутствуют датчики контроля закрытия герметизирующей пластиковой двери, вот технических газов, вот питания и связи, вот капилляров циклотрона. Марка стали 304 для наружной обшивки и полированная 304 марка стали для создания суперзеркала. Данная конструкция позволяет предусмотреть отсеки для твёрдых радиоактивных отходов и жидких радиоактивных отходов, но под нашу концепцию они не предполагались, поэтому мы не воспользовались данной функцией. Рабочая камера для размещения оборудования и фасовки радиофармацевтических лекарственных препаратов в асептических условиях. Данная камера является камерой класса А. Присутствует воздушный фильтр U16 приточной системы вентиляции, толщина физической защиты 50 мм, также присутствуют перчаточные порты, контроль закрытия герметизирующей пластиковой двери, ввод технических газов, ввод питания и связи, и ввод капилляров непосредственно из рабочей камеры синтеза в рабочую камеру для фасовки. Перейдем к порту загрузки-выгрузки нерадиоактивных материалов. Данный шлюз является шлюзом класса B. Это полностью автоматизированная система загрузки и выгрузки. Она оборудована полной системой контроля. Шлюз вентилируется стерильным сжатым воздухом, что нам обеспечивает создание класса А непосредственно в фасовке. Выдерживается перепад давления относительно рабочей камеры во всех шлюзах. Шлюз загрузки-выгрузки радиофарм препаратов в защитных контейнерах. Также данный шлюз имеет класс B. Происходит система выгрузки флаконов в защитный контейнер. Она полностью автоматизирована. Присутствуют датчики контроля наличия крышки защитного контейнера. Шлюз также вентилируется стерильным сжатым воздухом, и он работает при более отрицательном давлении. Особенности данного оборудования, как я и говорила, что это сборный-разборный каркас, расходные материалы запчасти российского производства, легкий доступ при техническом обслуживании, механическая обработка свинцовых кирпичей по типу прилегания ласточкин хвост, как это представлено на слайде. Возможно изготовление данного оборудования в соответствии с правилами GMP, и конструкция позволяет увеличить толщину физической защиты до 150 мм, но нам этого не требовалось. У нас были требования только 75 мм защиты по камере синтеза и 50 мм защиты по камере фасовки. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, я с радостью на них отвечу. Сроки изготовления. Смотрите, проект с Nukmed у нас занял где-то… изготовление данной единицы оборудования заняло меньше двух месяцев. Проект с Nukmed занял намного дольше, потому что это был самый первый проект в принципе. Это было где-то 4 года точно. Это был самый первый проект. А, в принципе, проектирование… Все проектирование – это 4 года, само изготовление – это год, потому что это был самый первый проект. С китайским оборудованием было проще в плане сроков. Я думаю, что к кампаниям, которые были представлены. Спасибо. Спасибо.